снова всем здравствуйте пишем снова экранку так снова смотрим на творение диетолога да диетолог рекомендовала россиянам съедать на масленицу не больше трех блинов в день а если начинка жирная не больше одного вот блин я когда увидел эту новость ребят у меня такой ступор случился и возник вопрос вот это диетолог она еще где живет она среди кого живет она какую публику вокруг себя видит рекомендация это для кого в качестве россиян она имеет ввиду опять же кого вот как их вообще как это соотносится с физиологии человека значит его способностью расщеплять жиры с необходимостью с потребностями организма в том же самом холестерине который вводится исключительно в животных жирах и потребности в холестерине на самом деле у организма достаточно высокая вот и так далее и вот тут вот читаешь и понимаешь что это творение ну кто-то хотел попиариться до нормальный диетолог нормально ничего рассказать не может потому что вот то что написано здесь на страничке это может относиться только к небольшой отдельно взятой группе людей у которых очень большие проблемы со здоровьем уже и поэтому им например жирное есть нельзя ну например вот тем кому желчную уже удалили к чертовой матери вот или например тем кого желчный пузырь забит камнями и они постоянно живут в риске что у них камни вот эти вот пойдут будет закупорка им соответственно там все это хозяйство вырежут чертовой матери вот все а вот все остальное все остальное я нас например вот не понимаю как это относится ко всей остальной группе людей которые являются достаточно здоровыми опять же опять же значит ну то что на экране вы сами прочитаете вот если остановите мои комментарии а я буду продолжать дело в том что у нас общество состоит не только из манагеров которые дома сидят носом в компьютере телефоне и на работе сидят носом в компьютере телефоне и от этого соответственно у них постоянно основная проблема это гиподинамия и они вынуждены соответственно соотносить свои физические нагрузки с количеством потребляемых килокалорий особенно девушки у нас в обществе существуют категории людей которые заняты например достаточно интенсивным физическим трудом которые имеют по работе достаточно высокую подвижность необходимость подвижности курьеры например да вот про тех кто действительно занят физическим трудом я же просто молчу для них вот эти вот несчастные три блина это просто ни о чем да и опять же люди делятся на с одной стороны как я уже говорил секретутка в которой 45 килограмм весом вот и которая ростом значит меньше полутора метров прыжке с кепкой и с другой стороны соответственно здоровенный детина весом под 140 ростом значит там метра два вот который занят физическим трудом на свежем воздухе в зимний период то есть на морозе он где-нибудь там на севере соответственно потребности в калориях у них совершенно разные потребности в пище у них совершенно разные и если вот эта секретутка да она в состоянии питаться одним салатиком в день ей будет нормально но потому что строго для нее исходя из тех нагрузок которые у нее есть этого будет абсолютно достаточно тот для вот этого мужика за два метра соответственно рациона вот это вот идет несчастный блин два три это просто ни о чем значит это во первых во вторых уважаемая наталья денисова уважаемая наталья денисова пожалуйста следующий раз оперируйте более конкретными вещами вот эти 200 килокалорий опять же они для кого страшны то для вот этой вот девушки которая по большому счету съест десяток блинов потом после вот этой вот вечеринки за столе со своим любимым молодым человеком уединиться и за ночь вот это все хозяйство потратит и у них будет ночной дожор но потому что все 200 килокалорий они сожгли кувыркаясь и это нормально вы конкретизируете каким образом это тяжелое для пищеварения блюдо каким образом значит дальше какая максимальная польза от блинов если они сделаны вообще из муки а это по большому счету тупо крахмал если это пшеничная мука то там да еще белок глютен содержится ничего полезного там нет в принципе с нежирным мясом или рыбой не больше двух трех блинчиков в день еще раз это для кого вы конкретизируете если человек занимается в спортзале железо тягает если у него проходят тренировки физические значит он спарринги проводит ему вот это вот хозяйство ни о чем по большому счету а о чем это только тому кто поел и сиднем сидит у него и так проблемы там избыточный вес и так далее это попро из-за того что он неправильно питается потому что углеводов много всего остального мало ну это же надо здесь учитывать опять же блины лучше всего есть на завтрак кто сказал они нужен а у нас еще обед есть так-то и блины лучше всего есть на обед потому что как раз таки до обеда организм уже потратил калории и примерно понимает сколько ему еще потребуется за оставшееся время ему необходимо восполнять если вы не в курсе мадам у нас есть еще и гликоген в организме и организм не только вот это вот хозяйство сразу из желудка берет калории и тратит их тратит нет он еще демпфирует излишки потребных углеводов виде гликогенов подкожно-жировую клетчатку и оттуда при необходимости их снова берет это аккумулятор такой этот демпфер это нормальная ситуация абсолютная но такого действительно практически не бывает у тех у кого например диабет 2 типа то есть им требуются углеводы ну у них сахар падает а у организма утрачено вот эту способность нормально извлекать гликоген запасенный все поэтому да у них сахар начинает падать вот им надо поесть регулярно часто достаточно и так далее не стоит употреблять блины с чем-то жирным и сладким пожалуйста определитесь а жирное это сметана 15 процентно это не жирная сметана вообще 20 процента это не жирная сметана жирная сметана начинается процентов с 30 вот это еще жирная сметана вот это вот я видел ел и это действительно настоящая сметана а до этого я не знаю кефир какой-то сгущенный все особенно сейчас с маслом каким постным маслом как раньше называли сливочным маслом с нынешним сливочным маслом 72 с половиной где молочного жира практически нет это как вообще сочетается икра как жировой продукт не подходит для кого она не подходит и потом значит до традиционно сейчас даем вот и потом блины едят не для того чтобы именно наестся если вот мадам денисова не в курсе блины едят для удовольствия именно поэтому такое разнообразие начинок где вы мадам видели чтобы блин обожраться блинами с икрой это вот ныне по какому кошельку то по какому бюджету это возможно это же едят для удовольствия для разнообразия вкуса традиции я ну я понимаю это определенный заказ видимо в свое время когда наступили перестроечные мать их времена и когда продукты начали пропадать полок вот да да продукт из полок то начали пропадать не тогда когда была советская власть а тогда когда пришел антисоветчик горбачев вот вот тогда все начало пропадать полок то да не раньше так вот вот тогда начинались рассказы о том что сахар белая смерть все бам сахар стал в дефиците значит начали рассказывать о том что мясо это там чуть ли не красная смерть мясо вообще вредно и т.д. и т.п. бам следом значит то что было в магазинах тоже начало пропадать вот ёкарный выбай и так практически совсем сначала рассказывали о том как это вредно а потом она пропадала с прилавков вот здесь судя по всему все то же самое то есть ребята вы и так хреново питаетесь но надо жрать еще меньше один блинчик в день внутри максимум на завтрак обед а вот уже нам вообще не нужно да для кого или она предполагает исключительно только для каких нибудь и гламурных кисо да он называется ну тем да тем у тех всегда проблем так дальше традиционно русские блины делались из гречневой муки да чё правда блин а пожалуйста а мне карту вот где выращивалась вот этот гречка то вот где на руси выращивалась гречка чтобы быть мука чтобы была традиционной да везде рожда пшеницу норовили вырастить потому что по трудозатратам и конечной стоимости это был самый оптимальный продукт это вообще была проблема на руси значит выращивать именно нужные продукты потому что крестьяне старательно игнорировали рекомендации агрономов вот чем дело то ну потому что крестьянину выгоднее продать пшеницу она дороже стоит чем ту же самую гречу выращивать так поэтому была ржаная мука до пшеничную практически не использовали вот а если она имеет в виду гречневую муку для купцов то надо помнить что на руси традиционно большинство населения 90 и более процентов были крестьяне она кого имеет в виду традиционно то купцов которые были сколько там процента 2-3 занимали от всех места в обществе вот и так далее ну из овсяной муки вообще сложно блины они у вас прилипать будут и до когда диетолог рекомендует значит жарить на сковороде с антипригарным покрытием ну блин это не диетолог это вредитель какой-то эту ж гадость есть будет невозможно сухие то блины как бумагу да вот такие вот дела я не знаю куда мы придем с такими специалистами в кавычках которые не знают не истории на самом деле не что на самом деле было те же самые лет 150 тому назад не понимает механизма этого всего хозяйства почему нельзя то только потому что вот калории килокалории так еще раз вот есть такой момент у нас дело в том что организм это не печка нельзя еду считать просто так на калории вот если бы это все банально тупо как сказать да действительно энергия получалось бы вот исходя из калорий да как в печку соответственно там какие дрова у нас сколько они калорий дадут сколько этих дров надо класть осиновых надо побольше побольше значит дубовых поменьше поменьше да потому что калорийность дров то как раз таки разная вот но организм не печка у него другие механизмы если вы например сделали начинку из говядины то говядина она обычно не жирная она там требуется организм тратит энергию на переваривание говядины на расщепление и и вот ну он тратит свинина тоже разная бывает и от свинины чего у нас от шашлыков очень много народу растолстела что ли от жирного мяса то ась за масленичную неделю блин она рискует что у нас все население ожирением страдать начнет что особенно на фоне хронического недоедания как минимум 30 процентов этого самого населения из-за неправильного несбалансированно несбалансированного питания из-за того что у людей банально денег не хватает на нужные продукты они питаются суррогатами для кого вот это вот мадам все это рассказывает не очень интересно очень вот на месте уважаемой наталья денисовой я бы обратился в редакцию вот это вот майло и сказал бы ребята а почему вы не упомянули что вот это вот все мои все рекомендации относятся исключительно к гламурным кису весом не больше 45 килограммов до как-то так поэтому господа поэтому думайте своей головой всегда чем больше вы знаете тем сложнее вас обмануть чем больше вы знаете тем сложнее вас обмануть лишних знаний поверьте не бывает поэтому будьте здоровы всем пока и а и и и